В Дзержинском районе Волгограда совершено разбойное нападение на 82-летнюю пенсионерку. Под видом социальных работников в ее квартиру проникли две женщины. Они ударили потерпевшую стеклянной бутылкой по голове и обыскали квартиру. Не найдя денег, преступницы похитили одежду и скрылись. Пенсионерка получила сотрясение мозга и госпитализирована в больницу. Сейчас женщин разыскивают. Продолжается розыск подозреваемого, причастного к поджогу четырех лифтов в жилых домах Дзержинского района. Преступления были совершены 11 января. Установленные камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, возможно, причастного к совершению этих поджогов. Граждан, узнавших разыскиваемого, просят обратиться в полицию. Анонимность гарантирована. В Камышинском районе полицейские раскрыли мошенничество. На улице к местному жителю обратился неизвестный и предложил купить серебряные изделия по очень низкой цене. Мужчина согласился и отдал 5000 рублей. Позже он выяснил, что изделия изготовлены из меди и обратился в полицию. Мошенника задержали. Им оказался житель Ленинского района Волгоградской области. В отношении него возбуждено уголовное дело. Вчера из-за непогоды на трассах области вновь вводились ограничения по проезду транспорта. Для оказания содействия водителям были направлены дополнительные экипажи ТПС на участок дороги от Ерзовки до Камышина. Сегодня рано утром на Саратовском направлении ограничения сняты. В настоящее время сложная остается обстановка в Паласовском районе. Водители просят быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от поездок в данном направлении.